привет всем с вами тиктак мир сегодня у нас на очереди обзор красный красивый такой пластиковой коробки с надписью g-shock внутри которой лежат замечательные часы casio mrg 7600 такая вот штука цифровая очень интересная сейчас мы с вами на них посмотрим и сравним с моделькой постарше модель g1000 тоже обязательно посмотрим на эти часы повнимательнее давайте сразу снимем небольшую защиту которая мешает любоваться нам с вами этими прекрасными часами и посмотрим повнимательнее это часы casio g-shock mrg 7600 d1 bgf 140 тысяч японских иен то есть примерно 775 тысяч российских рублей или чуть дороже 1100-1200 долларов американских друзья мне эти часы сразу приглянулись и их решил посмотреть живую почему они мне понравились потому что они предлагают топовое качество исполнения корпуса браслета видите dlk безель сам титан с покрытием отличная обработка всех поверхностей прикольная задняя крышка все это посмотрим застежка с фиксатором все как у mrg все как положено сейчас с вами все подробно разберем итак давайте начинать с того что модель титановая предлагает нам титановый браслет полностью с покрытием duratec естественно защитным практически весь матовый с небольшими глянцевыми ставками в средних звеньях корпус тоже практически весь матовый вообще g-shock и как правило не блестючие часы и это же самое касается и часов на нашем обзоре безель черное покрытие dlk не царапающийся на циферблате мы имеем стрелочки три цифровых дисплея кучу разных указателей все это сейчас разберем посмотрим задняя крышка в очень интересном варианте исполнена она рифленая на винтах 200 метров от защиты красиво все здесь сделано как вы считаете мне лично нравится очень кнопки также хорошо обработаны смотрите они как бы утопают корпус корпус не совсем обычной формы кстати кнопки прикольные и застежка с фиксатором mrg тоже летая отличная застежка все в лучших традициях семейства mrg давайте сразу сравним с моделькой которая идет следом в иерархии mrg это модель g1100 и кстати моделька mrg g1100 это моя личная модель не так давно я решил что они мне все-таки подходит все-таки нравится и буду их носить поэтому скоро будет обязательно обзор по использованию вот этих часов скажем так будет обзор по опыту эксплуатации именно этих часов mrg g1100 так возвращаемся к модельке 7600 по габаритам она заметно меньше по толщине то же самое здесь нет gps в 7000 сотых поэтому они не такие толстые по качеству изготовления абсолютный паритет тот же безель черный dlk покрытие тот же классный браслет тоже классная застежка и по-моему даже мне понравилась задняя крышка на предыдущей модельки она мне понравилась как-то более сами посмотрите постарайтесь точнее рассмотреть как по мне на 7000 сотых все-таки получше по весу примерно две одинаковых модели mrg 150 грамм 7600 и где-то грамм 120 весит по функционалу часы конечно заметно различаются если в g1000 сотых самая главная фишка это gps то модельки 7600 самая главная фишка это цифровые экраны наличие будильников радиосинхронизация то есть по сути это хорошие рядовые рабочие кассе но в топ премиум оболочки механизм очень похож по основному функционалу на более дешевую линейку которая таки называется линейка возможно ошибусь произношение линиш или как-то так да то есть механизм здесь не сказать чтобы суперский но зачем он нужен суперский мы носим часы за то качество которое они предлагают зрительные визуальные тактильные механизмы кому какой нужен тут каждый сам выбирает но в этих часах есть и будильник и секундомер затем покажу кнопку режима смотрим что здесь у нас есть мировое время видите сразу отображается секундомер конечно же полностью цифровой запускаем устанавливаем сбрасываем следующий режим это таймер обратного отчета далее будильники конечно же их несколько давайте посмотрим сколько на правую нижнюю кнопку два будильника три четыре сигналы два вида то есть четыре будильника два вида сигналов и собственно все на верхнем экранчике день недели внизу дата сентябрь двадцать четвертая и секундочки тоже текут и так подведем итоги здесь у нас вами solar мировое время будильник таймер и собственно все и смотрите какая здесь есть штука если на правую нижнюю кнопку нажать один раз стрелочка покажет и один то есть грубо говоря время текущий один а если нажать второй раз то время текущее будет второе на циферблате вот смотрите нью-йорк сити то есть это мировое время одновременно можно показывать по моему это круто удобно мне такое нравится ездить и люминофор ездить и летподсветка не сказать что летподсветка прямо отличная но время позволит разглядеть что еще от этого нужно по поводу синхронизации времени я уже сказал что здесь нет gps но здесь есть мульти бен 6 работает он не стандартно на правую нижнюю кнопку нажимая а нажимая на левую верхнюю кнопку смотрите короткое нажатие нам говорит о чем нам говорит о том что было получено 23 августа 12 на давать когда часы были в японии возвращаемся нажатием на эту же кнопку если мы поддержим то маленькая стрелочка стоит положение r то есть рейди готов и должна переключиться на w что означает ворк работа когда будет непосредственно прием сигнала но мы в регионе синхронизация проходит через раз поэтому ждать не будем скорее всего синхроннее пройдет друзья плавно подходим к концу давайте рассмотрим размеры часов и какие-то выводы я свои озвучу диаметр стекла 30 миллиметров безель 38 с половиной миллиметров полностью ширина со всеми выступами 46 и 3 высота 52 миллиметра или толщина 14,7 миллиметров несмотря на большие такие внушительные размеры цифровые на руки сидят часы хорошо моя рука 17 сантиметров я считаю что сидят можно даже сказать идеально и в качестве вывода хотелось бы краткое резюме такое свое озвучить вам мое личное мнение для чего вообще эти часы были созданы и кому они нужны кому я посоветую их купить ребят если вы хотите хорошие топовые часы то есть с отличным качеством корпуса что берешь руки и прям вот отпускать не хочется до сапфировым стеклом с безелем длкшным черным не царапающимся ведь не секрет что именно безель принимает на себе все удары судьбы которые царапины наносят вот если вы хотите именно топ оболочку и достаточно хорошим функционалом здесь ведь есть и столар и синхронизация и будильники мировое время то есть в целом все что нужно человеку в повседневной жизни и лишнего по сути дети нет ничего то есть если вам нужны именно хорошие часы хорошей оболочки с неплохим механизмом вы хотите точнее вы не хотите носить дешевую касио дешевый вообще в принципе часы вы хотите хорошую вещь которую вот в руки берешь взял руки и смотришь да реальная вещь не зря 75000 дал тогда вот это вариант хороший титан сапфир solar mrg то есть топовость здесь обеспечена поэтому если хотите что-то такое и в то же время не хватает примеру средств на такую модель которая стоит 150 да вот эти стоит 75 то есть не хватает ну сожалению всех есть возможность купить дорогие часы поэтому если хотите подешевле но у вас высокие требования часам то mrg 7600 я вам однозначно рекомендую хорошие часы покупайте носите отличного настроения всего доброго спасибо заглядывайте к нам в соцсети и самое главное носить хорошие часы всем пока а и и и Субтитры сделал DimaTorzok